Смотрите, если брать всю игру, первый тайм, Зенит был лучше, контролировали мяч, у нас игра практически вообще не получалась, хотя у Зенита как сто процентов моментов не было голубых, вот, во втором тайме я считаю, что мы переиграли, у нас было больше голевых моментов, забили гол, могли еще забить, у Грулева был момент хороший, у Слаймов забить, Ордит с стандарта, если я не ошибаюсь, моменты были хорошие, и такое ощущение было, что вот-вот мы можем забить второй, но если в целом брать, то 1-1, я думаю, это хороший результат, закономерно, если брать два тайма, вот, первый мы проиграли, второй выбрали, вот, 1-1, нормальный результат. Что скажете, как вы выиграете? Честно, ну, я не буду, что-то делать. обсуждать судейства но я считаю что мы смотрели пару раз там не было то есть да там было касание но он коснулся сам убегаем коснулся ноги скопинцева вот было видно что он назад оттягивался чтобы не дотронуться до него вот в такой игре в дерби на первых минутах такой пенальти я бы не оставил но он каждую игру это подтверждает на сегодняшний день лучший игрок чемпионате россии ну ничего страшного пенальти многие великие футболисты которых по 7 золотых мячей не забивают поэтому не забил потом забил он всю игру делает в зените и чувствовалась разница когда ушли малком да и винда то есть сразу чувствовалась разница то есть они они делают погоду они ведут за собой команду и каудине это еще раз повторюсь это на сегодняшний день я считаю лучший футболист ну так нельзя как бы говорит что-то нового но видно он везде на футболе у него нет позиции какой-то четко он как фигура здесь фигура там он без делан и сзади и спереди и справа и слева непонятно как он успевает вот он супер футболист мне кажется таких футболистов в россии домами обрадовались когда да мы как бы это знали заранее вот и возьмем супер нападающий который много голов позабывали проблемы нам доставил в первой игре но по сути что на в первом тайме без него же на тоже хорошо справлялся генальский играл за день на матче я не буду обсуждать я уже знаю куда ты кончишь это не мои то что это зенит пусть разбирается сам со своими игроками чеманский наш игрок он был сегодня здесь был с командой до последнего еще раз я не хочу говорить про другие команды в частности про других игроков потому что мы я не знаю не хочу знать что там в зените происходит а лак сайт мог сегодня выйти чисто теоретически да но он не играл сколько три месяца вот поэтому даже даже это не обсуждалось как андрей вообще динамо нужно усиление в зиме окно потому что сегодня вот на замене смотрел состав там два вратаря 6 защитников два 19-летних пацана владышев и галки ну и бунт собственно у нас сегодня на поле было два один 18-летних траги 19 лет слушайте усиление никогда не мешает то что у нас та команда я прошла на прошлой неделе кажется я видел та команда которая у нас есть мы с этой командой на втором месте ребята это заслужили сто процентов мне кажется что сегодня они доказали это как минимум во втором тайме они доказали это что мы не зря стоим занимаем второе место в таблице будут усиление будет хорошо не будет будем играть тем составом который у нас есть у нас хороший состав который может спокойно конкурировать громче говорится мы ничего не обсуждали мы просто сидим с семьями с детьми наверху вот скоро будут все спускаться у нас много не замуж сейчас уехал я тогда уходил и он еще был там автор захарян стал победителем первая пятерка главара второй при этом когда шамбель газет запустил результаты итоговые результаты сказал что видимо динамо болячку больше мнение мое я так скажу что я считаю что это правильное решение захар с первой игры как он вышел стартом составе на замену он начал бомбить пример ли вот его возрасте в 17 лет поэтому я считаю что заслуженно занял это место много болельщиков у нас мало я считаю что он это заслуженно заслужил если динамо не добавит а пройдет второй круг или вторую половину года в таком же темпе в таком же ключе то мы будем чемпионом поэтому я не знаю где добавлять надо всегда и можно добавлять но если мы будем играть так как мы играли и возьмем столько же очей сколько сейчас взяли то мы будем первые все будет терять мы тоже будем терять дай бог чтобы не теряли если я не ошибаюсь помните какой-то войну когда цска во втором отрезке 11 тигр из 11 выиграли и обошли если не ошибаюсь локомотив который начали 8 или 10 10 тече до недель 12 это 14 кажется на ч 10 локомотив был впереди все может быть любая команда и те которые сзади сейчас идут который на третьем на четвертом на пятом месте из чемпиона только сыграли полпути пройдет поэтому тут радоваться нечему прошу была проделана хорошая работа но все еще впереди вот и предстоит тяжелая работа на сборах подготовка и подготовка к игре схемка сандрова перед матчем подтвердил что идут уже переговоры с продлением тренерского штаба работы динамо можете сейчас подтвердить может какие-то подробности и когда уже окончательно будет об этом объявлен до все это все вопросы к руководству ну с вами в том числе тоже все будет со мной пока никто ни о чем не разговаривал вот и так как я это понимаю сначала должна подписать контракт должен подписать главный тренер а потому что тренерский штаб ну наверное да это логично я не думаю что сначала будут подписывать помощники а потом главный тренер такого такого наверное еще не было но я говорю но это сначала должен подписать главный тренер главный тренер подпишет если он доволен и захочет чтобы тренерский штаб остался с ним тогда наверное начнут разговоры с нами Если подводить вообще итоги года, наверное, не будет, допустим, динамик. Ты можешь потом чуть-чуть говорить? Если подводить вообще итоги года, в связи с такой же заботой, а если просто по игре не по результату, как оцените этот прогресс динамик? Мне кажется, что мы прибавили, если брать даже последние полгода, то мы прибавили с начала этого сезона. С того момента, как мы пришли, и Сандра бил в одну точку все время, он знает, чего он хочет. Мы над этим работаем каждый день, не практически, а каждый день. И мне кажется, что все видят результат. Результат есть, результат налицо. Видно, как команда играет, видно тренерская работа, видно рисунок игры команды. Поэтому я считаю, что мы прибавили за последствия. Если брать тот год, который мы здесь работаем, я считаю, что команда прибавила. А вы как считаете? Сто процентов. Слава Богу. Андрей, а можете назвать футболиста Динамо, который за часть сезона спрогрессил максимально? Грулев. Сто процентов, особенно в последние три месяца. Я очень рад за него, он очень сильно прибавил. Он начинал сезон на скамейке. Сейчас он один из лидеров команды. Каждый игрок на это доказывает, и по тренировкам это видно. Я за него очень рад. А если брать в целом, мне кажется, что каждый игрок где-то в чем-то, в каких-то моментах добавил. Это лучше и у ребят спасить. Но то, что мы видим, то, что было и то, что сейчас есть в командной игре. Я считаю, что мы прибавили и прибавляем. И ребята знают, чего мы от них хотим. И они знают сами и видят, что это все реально и можно. Поэтому, слава Богу, что все так идет. И надеемся только, что пройдет сейчас быстро этот отпуск. Хотя отпуск лучше, чтобы быстро не проходил. Пусть он затянется чуть-чуть. Потом сборы тяжелые. И потом опять всего два месяца будет насыщенных. Теперь только вперед. Дороги назад не. Вы сначала сказали, что... Эти микрофоны надо носить собой. Вы сначала сказали, что... Вы сейчас сказали, что Сандро Шварц сначала должен подписать контракт с Динамо. К вам никак не обращаюсь, но ваше желание комфортно для вам вообще в Динамо? Если бы мне не было комфортно, то я бы, наверное, здесь не был. Правильно. Поэтому на сегодняшний день я рад, что я в Динамо. Я все время говорил, что Динамо – это часть меня. Я провел здесь хорошие годы как игрок. У меня хорошие отношения сложились с болельщиками тогда. Сейчас с нынешним руководством тоже. Поэтому я рад, что я здесь. И принимаю участие в том, что сейчас происходит. И болельщики ждали этого момента давно. И мы надеемся, что мы все вместе добьемся какого-то результата в конечной методе. Могу идти? Спасибо. Вы дали довольно дерзкий прогноз. Я, часто говоря, удивлен, что если вы так же проведете, то вы будете чемпионами. Ну, слушай, мы взяли, сколько, 30… До этой игры у нас было 35 очей. Да. Ну, берем две игры, которые мы сыграли второго круга. Это 29. Да. Ну, если мы возьмем 29 очей, то какими мы будем? Ну, слушайте, вы рассказывали и… Ну, а «Зенит» тоже может набрать. Может. И вас опередит. Может. Но надо все время, я сказал, если мы проведем остаток чемпионата в таком же этом, я практически уверен, что мы будем чемпионами. Если мы проведем, если мы возьмем столько же ячей. Хотя и мы будем терять, и «Зенит» будет терять. Но если мы наберем столько же ячей, как в первом круге, то мы будем чемпионами. Это не дерзкий прогноз. А это то, что я так вижу и чувствую. Что если мы наберем 29 очей, то мы будем чемпионом. Вы говорили про то, что вот эта команда уже вот сделала, ну, набрала 29 очков. Но вам не кажется, что все-таки, чтобы бороться, ну, реально за первое место, нужно усиление? Вы говорите, что есть эта команда, но кажется, что оно необходимо. Усиление, опять же, смотрите, усиление никогда не помешает. Если это хорошее, правильное усиление, такое, как Лаудиния, как Малком и все что-то. Но мы не будем себя сравнивать сейчас с «Зенитом». Да, я не думаю, что мы, может быть, это даже неправильно, 40 миллионов можем потратить на футболиста. Мы не будем, я думаю, что руководство «Динамо» не будет это делать. Вот. А усилений будет оно, не будет, я не знаю. Это знает руководство, вот, спортивный директор. Вот. Может быть, и будет, я не скучаю от этого. Я сказал просто, с той командой, с которой у нас сейчас, мы набрали 29 очей. Вот. И довольно, нельзя сказать, что да, где-то нам там, может быть, где-то чуть-чуть повезло. Но мы, если посмотреть, ну, очень много игр повыигрывали, ребята заслужили это. То есть мы сыграли, ну, хорошую игру показывали. Играли до конца, никогда не останавливались. Были игры, которые мы переворачивали и выигрывали, да. Та же самая игра с «Рубином» последняя, когда мы выигрывали, потом проигрывали 2-1. В конце 3-2 выиграли, да. То есть мы постоянно, ребята не останавливаются и играют. Это то, чего не было раньше в «Динамо». Должно же быть какое-то, ну, мнение от тренерского штаба, что нам нужно усиление. Вот у вас там есть или вы готовы? Вы хотите от меня услышать, что нам надо усиление, да. Если к нам придут два классных футболиста, я буду только рад, если вы хотите это. Ну, давайте я про «Зону» не буду сейчас говорить. Вы персонально сказали про Грулева. У него такая непонятная ситуация с контрактом. Опять же, это не мои есть. Меня спросили, кто, на мой взгляд, прибавил за последнее время или там лучше стал, там, выделяться стал. Я ответил. Я к контрактам, к игрокам не имею никакого отношения. Я просто сказал то, что я вижу каждый день на тренировке, то, что я вижу в играх. И он сегодня был опять один из лучших в команде. Вот вы сказали, если я, возможно, ошибся, «Венделом» особо выделил, да, сейчас? Или лучшими, чем «Кану»? Я выделил мне… Нет, ну, мне «Вендел» как опорный полузащитник, но мне очень нравится. Ну, у них, у «Зенита» готовая команда, которая, да, у них видно, ну, они играют в классный футбол. Особенно, когда хотят. Вот, и в первом тайме они это показали. Опять же, в первом тайме мы, может быть, чуть-чуть, ребята были чуть-чуть сжаты, зажаты, не сжаты, зажаты, чуть-чуть были. Нам не учебно, потому что второй тайм мы вышли, и это было видно той «Динамо», которая была, там, с тем же «Рубинами» или с другими играми, там, с «Химками», когда мы дома играли. Первый тайм мы чуть-чуть были не те, которые нас привыкли видеть в последнее время, болельщики. Вот, во втором тайме мы вышли, играли против того же «Зенита», когда убрали двух футболистов из-за травмы. Но мы показали свое лицо, которое у нас привыкли видеть. Поэтому тут, то, что я до этого говорил, да, «Зенит» – хорошая команда, была и останется, и мне нечего бояться, надо выходить и играть в футбол. Тем более, мы это показали, опять же, во втором тайме, что мы можем это делать. Ребята сделали очень много моментов, создали. Вот, ну, им очень много, но достаточно. Вот, для того, чтобы победить, ну, 1-1, я считаю, это закономерный результат на этой игре. А что вы сказали в перерыве? Потому что, ну, по первому тайму было... Ну, главный тренер, главный тренер говорил, он, главный тренер всегда знает, что сказать и подобрать правильные слова. Сегодня у «Зенита» не было «Азмуна» и «Дзюба». Это два футболиста, которые, наверное, определяли игру последние три года до этого сезона. Да. Вот, их отсутствие может, ну, там, «Азмун», у него заканчивается контракт, он, скорее всего, уйдет. У «Дзюба» тоже заканчивается контракт. Если они выпадут, то «Зенита», ну, вот, не на один матч, а, в принципе, это уравняет как-то «Зенит» со стальными командами? Ну, не думаю. Не думаю. Ну, «Зенит» — команда, они сейчас зимой купят кого-то нападающего опять, топового, вот, и будут дальше идти своей дорогой. Тем более, у них Еврокубки. Я не думаю, что «Зенит» не останется без нападающих. Как вы вообще относитесь к этой истории, то, что «Зенит» называет «Инперия зла», что они постоянно тратят слишком много денег, и это не всегда оправданно, там, условно. Значит, они что-то делают не так? Ну, вы как на это смотрели? Есть вот один такой пункт в ГИМО. Это мешает чемпионату? Чемпионату? Чемпионату России развивается. Почему? Ну, есть, каждый клуб могут делать то же самое, если у них позволяют возможности. Андрей Ильич, ну, вы же понимаете, что не каждый клуб может купить футболистов по 40 миллионов евро, но это не важно. Есть то же самое, то же самое Манчестер-Сити делает так, а там, не знаю, кто там, не знаю, Сандро Ленд какой-то, или Фулхэм, или еще кто-то. Они не могут, но при этом чемпионат слабее не становится. Ну, у них там семь команд, которые так могут, а у нас одна. Но при этом Манчестер-Сити потратил за последние годы за Лярд уже. Дело же не в этом, понятно, но опять же, да, и Сити проигрывает командам, которые внизу идут. Вот, и то же самое Зенит здесь, да, с тем же, с Ростовом 2-2 сыграл, до этого они 2-1 на выезде, не помню, кому они, да, Туле проиграли. Ну, и Зенит, у Зенита другие задачи, Зенита другие цели. Они играют в лиге чемпионов, они хотят что-то в Европе добиться. Для этого нужны классные футболисты, соответственно, здесь эти футболисты были намного ярче выделяться, чем, например, Ту Журов. Хотя игру с Челси мы смотрели, команда здорово играла в Зенит. Одна из лучших игр, наверное. Кстати, у Ростова вы видели тот момент с Камниченко, вы считаете? А я уже что-то говорил уже, я не считаю, но это в Англии бы никогда не свистнули. Я, как бы мы удивились, что еще и в Питере, играя дома, что это такая-то доменка. Что засчитали, да, еще после просмотра, да, еще после просмотра. Вот, но я не считаю, что это нарушение, вот, нормальная игра была, он его не видел, в принципе, но сыграл плечо в плечо, еще такой-то футбол. Судовы много перестали, ну, много начали делать, там, не знаю, каждый, у нас минус 8, они смотрят этот момент сегодня тоже, когда сейчас смотрел, 7 минут было пенальти или нет. Можно как-то побыстрее идти. Судьи постоянно поднимают флажок, когда вне игры уже 3 минуты игра идет, они только флажок потом поднимают. Ну, какие-то правила, я не говорю, что судьи в этом-то правила придумали, какие-то нефутбольные уже. То крутое Динамо, которое выносило все в чемпионате России, и нынешнее Динамо, какой сильнее? Когда были вы, Курань, Исимшов, Воронин? Нет, тогда, когда был Добровольский, Кириков, Колыванов, вот это, мне кажется, это было самое сильное Динамо. Я не беру там Яшина и Тутлиан. Ну, давайте сравним все-таки это. Давайте возьмем тот Динамо, который по Англии ездил и выиграл в Англии. Нет, ну потому что вы же понимаете вопрос, потому что в этом Динамо вы и тренер, а в том вы и играете. Ну да, поэтому вы и задаете такой вопрос. Давайте подумайте, ответьте нам на вопрос, Андрей Викторович. Нет, если вы хотите узнать, если бы я играл, если бы я сейчас был игроком, играл бы я в этом Динамо или нет? Да. В составе я имею в виду. Ну что ж. Разные поколения, разные игроки, разное время. Ну неправильно сравнивать. Вы чувствуете, что хоть кто-то может составить конкуренцию, вам и Зенит, за вот эту борьбу, за первое место? Ну вот вы говорили, да? Все команды. ЦСКА, Локомотив. Как будто никто и не пытается. Сочи. Почему они пытаются? Ну у каждого есть, послушайте. Ну мы в том году шли ровно-ровно-ровно, а потом проиграли три игры, кажется, или две подряд и упали вниз. Это такой чемпионат России сейчас. Раньше было по-другому. Сейчас такое. Что делать? Плитки, от России, что вы имеете в виду такое сейчас, что подравнялось или что? Ну не то, чтобы подравнялось. Сейчас, если бы Зенит, если бы не потерял те очки, там где они потеряли, да, ну условно, Зенит был бы уже на очков 10 впереди всех. Сейчас просто никто, я говорю, сейчас потеряет. Ну раньше было тяжело себе представить, чтобы команды первой пятерки или там тройки, чтобы ЦСКА, там тот же Локомотив или Спартак, чтобы проигрывали командам там предпоследнего-последнего места. Ну, можно было, но одну за сезон, наверное. Ну вот сейчас это гораздо чаще происходит. Раньше этого не было. Что делать в чемпионатах? Уровень понимать футбола. Как? Деньги вкладывать. Четыре совета от Андрея. Я не буду советовать. Ну хотя бы один. Нет, нет, у вас есть столько экспертов, столько профессионалов, пусть они этим рулят. Я не, у нас есть, мы собираем, мы собираем, мы это, разбираемся с Динамо. Андрей Викторович, про Кокорина, про вашего кореша, расскажите, что, как вы смотрите на его карьеру, что ему делать? Саня что делает? Ну, я не знаю. Он сам должен знать и знать, что ему делать. Он себя, самое главное, чтобы у него не было травм, он этот, ну, это другое все. Он уехал поздно. Хорошо, что уехал. Посмотрит, как люди там в футбол играют и живут в Италии нормально. Но ему надо было раньше уезжать. Если бы он раньше уехал, у него было бы намного больше шансов, я думаю, что он бы намного ярче бы о себе заявил. А сейчас что происходит? Что уже старенький или что травма заблучая? Нет, не старенький. Во-первых, у него же травма была серьезная. Во-вторых, я не хочу, я не знаю всей ситуации, я не хочу, как бы, копаться. Я знаю одно, я знаю Сашу много лет. И всегда переживал за него и за Смола тоже переживал. И мне очень хотелось, чтобы они вдвоем, в первую очередь, вам всем доказали, что они футболисты, хорошие футболисты. Какой-то период был, когда они это сделали. Ну, не знаю. Я надеюсь все равно, что, я считаю все равно, что карьера еще не закончена. Он молодой, ну, молодой. Не молодой же, но еще лет пять он может смело, хорошо играть. На нормальном уровне, только надо найти его и надо увидеть. Пускай вы порадуете. До того, как Спартаково подписал, Динамо тоже ему предлагал контракт. Я не знаю, об этом меня не было. Нет, ну, об этом говорили много раз. Просто сейчас бы вы могли бы спросить. Не знаю, я сейчас не должен обсуждать. Если сейчас Кокорин разорвет контракт с Фиолентино, он будет свободным агентом. И позвонит вам, возьми в Динамо. Я не отвечаю за то, кого брать, кого не брать. Если бы я за это отвечал, я бы сам еще играл. Поэтому тут есть спортивный директор, есть руководство клуба, есть, опять же, главный тренер. Есть задачи клуба, чего клуб хочет. Поэтому тут я же не принимаю... Вы очень здорово научились уходить. Я не ухожу. Во-первых, я Одессит. Поэтому у меня это с рождения. А во-вторых, я не принимаю этих решений. Это не ко мне. У нас две команды из чемпионата вышли в Евровесну. Выходит не такой российский чемпионат. Или в Неченске, как об этом говорят. Слушайте, ну давайте будем радоваться, что за 8 лет вышли два раза. Две команды. Ну что, мы рады. Нет, ну я же говорю, вышли, слава богу. Коэффициент поднялся. Дай бог, теперь может быть в следующем году или через год больше команд будет в Евроклубе. Если бы не вышли, то скоро бы, наверное, одна команда участвовала. А может быть и первое место уже играло квалификацию. В отборочных лигий чемпионов. Слушайте, ну с возможностями, с этим бюджетом клубов, которые здесь есть, это команды должны каждый год выходить. По-нормальному, по-хорошему. Вам не кажется, что сейчас уже получается так, как будто лига чемпионов не наш, чтобы нет. Как будто мы должны сосредоточиться на... Да он и никогда особо в вашем не был. Не, ну все равно всегда там хотя бы для... Ну подождите, у нас команда была, которая 6 матчей подряд выигрывала в Лиге чемпионов. Ну ладно, Спартак какой? Это что-то, Спартак переставит? Ну, я не на Макеев тоже сейчас возьму, которые Баварии проиграли только. И что, на такого должны были вывозить эту Баварию. Помолчим, да, открытничим. Вот именно. Поэтому, ну, Барса 4-0, Барса 4-0 никто не убирал в Барселоне. В полуфинале Кука чемпионов спасать играл. Блин, но это когда было. Диего обыграл. Правильно. Согласен. Ну вот, ну это же было когда. И тогда не было таких денег, как сейчас. И тогда ребята, которые действительно футболистами были, не зарабатывали такие деньги, не ездили на Ламборджини, на Феррари, а играли в футбол. Вот об этом подумали. Ну, знаете, тогда у вас 2106 в порядке была машина, не у всех бывало. Дело не в этом. Я говорю про то, что тогда... У вас была тогда 2106, Андрей Ильич? Нет, я начинал с велосипеда. Поэтому, нет. Динамо и Киев тогда выходили. Тогда Спартак, да, творил, когда Илюшин Санбоварь был. Карпин и все остальные. Топовая команда, тут ничего не скажешь. Заслуженные, боялись все. Ну, в Европе, я помню, и в Москву боялись ехать, и в Киев боялись ехать. Особенно после того, как 4-0 на Кап-Нол прибили. Ну, вот, это да, банда была хорошая. Ну, надо стремиться опять к этому. Даже в последние несколько лет мы выходили и понимали, что есть команда, которая мы обязаны выигрывать. Там, из топ-7, дальше. Сейчас нет такого ощущения при игре ни с кем вообще. Ну, сейчас, скажем так, в целом футбол чуть-чуть выровнялся. Да, если брать те же чемпионаты Европы, чемпионат мира. То есть раньше была Аргентина, там, Бразилия. А там, ну, условно, там, какие-то там, Уэльс, Шотландии. Или еще сейчас выходят шотландцы, Уэльс, Шведы, Швейцария. Не знаю. Ну, любая команда выходит, бьются, Австрия и тому подобное. Сейчас футбол чуть-чуть другой стал, не такой, как был раньше. Сейчас биться, бегать умеют все, научились. Плюс еще и когда есть 2-3 игрока в команде, которые умеют играть, вот и все, тот же этот, с Салахом, этот, как он, Египет, вот, есть Салах, выходит, нет-нет, решает какие-то моменты. Поэтому тут тяжело сейчас, не, именно, ставить какие-то параллели там проводить. Спасибо большое. Не за что. Удачи вам в Новом году. Да, давайте, вас точно наступает. Давайте, да. Всех благ. Да, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok